Это Союз МС-24, космический корабль. Именно на нем возвращалась наша Марина Василевская. Весит он порядка трех тонн. Что интересно, забирать его отсюда из казахстанской степи. Будут сначала синие птицы, те самые, которые принимали участие в его спасательной операции. Затем вертолеты, самолеты. Словом, очень длительный маршрут будет у Союза. Но самое главное, его доставят в Минт. Это будет часть такая космической экспозиции. Да, таким вот обгоревшим в копоти он возвращается на Землю. И как горит Союз, Марина с экипажем видела. Это, уверяют космонавты, то еще зрелище. Смотришь, все в огне. Не внутри пожара, а внутри такого плазменного облака. Оно ярко-малиного цвета. Обшивка, которая загорается, отрывается от спускаемого аппарата, проносится мимо иллюминатора. Это классно. А еще вы знали, копоть на удачу. Тоже не умоется потом. Все, давай, проходи. Говорят, это посвящение. Если был один раз здесь, обязательно нужно такой... Персиль так посвященную. Носик мазает. А у вашей Марины вот здесь, видимо. Да. Теперь мы. А еще, ну, кому не захочется примерить на месте приземления тот самый скафандр. Без скафандра 8,5 килограмм. В нем, кстати, Марина может еще летать и летать. Было бы желание. И фигура все та же. Точно не скажем, что первым попробовала на земле, кроме глотка воды, Марина Василевская. Но огурцы маринованные были. У Олега Новицкого сало из Беларуси и хлеб. А еще сок яблочный и березовый. Наш путь из Караганды начинается на рассвете. Предстоит разбить полевой лагерь, где, собственно, и будем ночевать. Благо, змеи-скорпионы, говорят, еще не проснулись. Все сели, поехали. Доходим до поселка Жерем. Дорога, да, действительно, там непонятно. Сейчас палатки были. Но будем надеяться, что подсохло за эти дни. Сейчас здесь такой небольшой привал. Есть возможность перекусить, выдохнуть, ну и передать материал в Минск. Наша съемочная группа выехала в ночь с четверга на пятницу. 10 часов дороги, причем не самой простой. Были и подтопления, и болотистая местность. Даже приходилось вытягивать машину из Солончак. Словом, все то, к чему и готовили спасательные службы. От половины района, куда может приземлиться спускаемый аппарат, отделяет вот эта вот полноводная на сегодня речка. Полевой лагерь, где нам предстоит провести ночи, здесь порядка 30 человек. И каждый третий – это белорус. Белорусские журналисты. Большой десант сегодня здесь, чтобы осветить возвращение Марины Василевской на землю. И пока мы наблюдали за звездным небом, в ожидании увидеть Международную космическую станцию, там в 400 километрах выше закрывались люки между кораблем и российским модулем МКС «Рассвет». Герметичность проверили еще двумя днями ранее. Тогда же подзарядили спутниковый телефон и уложили оборудование. Утром нас ждала расстыковка. 6.57 по Минскому времени. Было действительно много сценариев спуска. Штатные, нештатные. Когда в воду и тогда подключались бы вот эти машины, и синие птицы, которые могут передвигаться и по воде. Рассматривался вариант подлета к Союзу, чтобы подцепить его и вытащить на сушу. К баллистическому спуску тоже были готовы. Но все штатно и очень красиво. А еще один из сопровождающих нашу съемочную группу и очень любящий Минск обещал. Александр, ну у вас вот написано «За мной я знаю короткую дорогу». Короткой дорогой сегодня не получится, наверное, все-таки. Получится? Почему? Мы всегда ездим только короткими дорогами. Марину Василевскую встречать будем? Обязательно. Притом, самые первые. Так и получилось. Есть казаки. Из капсулы Марину Василевскую, Олега Новицкого и Лорел О'Хара доставали под аплодисменты. Белорусского будто и не было 12 суток на МКС. До старта в резервный день и двух суток дороги. Потом еще 3,5 до земли. И вот те самые ромашки, что бережно поливали мы в плюс 20 все эти долгие часы ожидания встречи с нашей Мариной в степи. Женщинам белорусскам только с цветами, поэтому мы к вам с ромашками везли их практически сутки по степи. Вы добрались сегодня гораздо быстрее. Это вам первые цветочки нашей красивой женщины. Как ваше самочувствие? Спасибо. Все отлично, все хорошо. Эмоции невероятные. Ожидания, конечно, превзошли себя, потому что то, что я видела своими глазами, это что-то нереальное. Земля такая большая, мощная, сильная. Я желаю всем людям на земле, чтобы они ценили и берегли то, что мы имеем, потому что это невероятная красота. Видно, уставшая, но на самом деле она и работала на добросовестной орбите и испытала все ощущения при посадке. Вся программа полета выполнена в полном объеме. Спецборд доставил звездный экипаж в звездный городок. Белорусские флаги, караваи и море цветов. Позади колоссальная нагрузка на организм. После двух недель в невесомости мышцам нужно привыкнуть к земной гравитации. Более опытный Олег Новицкий бережно поддерживает Марину. Для нее это практически первые шаги по твердой поверхности. Символично. Олег Новицкий, уроженец белорусской земли, гражданин России и герой России. И Марина Василевская, гражданин Белоруссии. Есть ли более очевидный пример близости соратничества и сотрудничества? Семь экспериментов за 12 дней. Детальное фото и видеосъемка земли. Ряд работ, связанных с пилотируемой космонавтикой. Лактоферин. И ведь главное, это все проверка технологий, интересных белорусским и российским ученым. И их невозможно протестировать на земле. Это интересные данные в области микробиологии и здоровья человека, вы знаете, воздействия микроорганизмов, космоса на микроорганизмы. И это и продукты питания. Работы очень хорошо, как в команде. Она прошла хорошую подготовку. Это она была полностью предельно. Пролгала все свои эксперименты, опыты. Да, но в Академии наук доложили, что эксперименты выполнены. Да, да. Помогали, как обещали? Ну, естественно, это было и запланировано, и когда было необходимо, в любом случае, я помогал, и ребят помогали. У Олега Новицкого за спиной 4 космических полета, 3 выхода в открытый космос, участие в фильме, вызов. Ну и, конечно, тандем с нашей Мариной Василевской. Ему не привыкать и к вниманию прессы, а вот для Марины все это в новинку. Вы посмотрите, какие эмоции, когда встретила своих, и как реагируют на то, что на руках носят. Но то ли еще будет. Союз только коснулся земли, и мы увидели улыбку Марины Василевской, как на столичных улицах и проспектах появились вот такие билборды и видеоэкраны. Даже несмотря на серость красок и немного дождливую погоду, теплые слова от белорусов, белоруски. Для главного эфира Анастасия Бенедесёк, Дарья Белоусова-Петровская и Иван Мозго. Субтитры создавал DimaTorzok